Привет всем выжившим! И да, можно сказать, что в кое-то веке у меня довольно хорошие новости, ведь нам сообщили, что в Fallout 7.6 все сезоны будут абсолютно бесплатными. Конечно, можно с уверенностью сказать, что Bethesda сделала это заявление лишь потому, что увидела возмущение игроков. Если бы не волна негатива и критики, кто знает, по какому пути они пошли бы. Также у нас новое событие, где с 21 по 27 мая мы можем встретить легендарного охотника за сокровищами. В целом ничего интересного, в основном нам попадаются рецепты на разные чучела. Господи, они такие уродливы, зачем их добавляют? Но вы можете получить всякие разные костюмы, а также рюкзаки с где-то одним процентом шанса. Не слишком уж большой процент, но через 200-300 попыток, я думаю, что-то дополучите. И хочется сразу сказать, что я попытался поучаствовать в этом недособытие, но через несколько часов, если честно, у меня уже опустились руки. Все-таки нам надо выполнять ежедневные квесты на репутацию, нам надо выполнять другие задания, плюс обменивать золото и куча-куча-куча другого гринда. Естественно, добавлять еще гринда к нашему существующему, ну я даже и не знаю, может быть кому-то это событие понравилось, в любом случае пишите в комментариях. Ну а вот, собственно говоря, мой маршрут, по которому чаще всего я искал этих кротов. И кстати, под роликом будет прикреплена ссылка, где вы можете увидеть, какие предметы можно получить с этих самых кротов. А есть вещи интересные, есть вещи не очень интересные, но все же познакомьтесь. Кстати, до 11 июня у нас есть возможность собрать уникальные награды из режима Nuclear Winter. Возможно, не всем нравится этот режим, но все же награды довольно классные. На момент записи видео у нас доступны 4 награды, и для их получения все, что нам нужно, это просто участвовать в боях. Поэтому не важно, насколько хорошо вы играете. Рано или поздно вы все равно их разблокируете. И в качестве первой награды у нас идет вот такое вот милое любовное гнездышко для двоих. После вы можете получить вот такой вот облик для электропогоняла. К сожалению, я не могу показать его в игре, но вы можете разблокировать само оружие в опоре за 250 золотых слитков. Если мне, конечно, не изменяет память. В качестве третьей награды мы получаем вот такой вот необычный костер, который сделан, судя по всему, из какого-то снаряда. И в качестве четвертой награды нам выдали барабанная дробь подоспешник. То есть это не костюм, он будет одеваться под нашу броню. И чтобы его увидеть, надо, соответственно, снять наш костюм. Также попробуйте не проспать парад фаснаха, который начнется 25 мая и закончится 2 июня. В целом награды обещают быть куда более интересными, но поживем увидим. Может быть они что-то изменят. Ну и на этом, пожалуй, все. Пишите в комментариях, что вы хотели бы видеть в игре. Я лично хотел бы больше интересных заданий по типу Анклава. Ну а моя девушка говорит, что ей не хватает интерактива в игре. Вот, так что да, пишите комментарии, ставьте лайки. И да, пока-пока. И до скорого. Берегите себя и своих близких. Берегите себя и своих близких. Субтитры подогнал «Симон»! Берегите себя и жизнь. Продолжение следует...